МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Вы смотрите Утро на ОТВ в студии Елена Краева и Ольга Дмитриева. Встречайте новый день с нами. Сегодня в нашей программе вы увидите. Электронное голосование. Космонавт Олег Каноненко проголосует за губернатора Московской области из космоса. Качественная медицинская помощь в жилом комплексе Одинцова-1 построят новую поликлинику. Для учеников и не только в Звенегородской школе «Квантум» появится новый спортивный стадион. 11 августа 1973 года по Центральному телевидению СССР началась демонстрация многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». В основе фильма лежит сюжет одного из романов популярного писателя Юлиана Семенова. Он автор многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева. Этот уникальный телепроект состоялся благодаря таланту и настойчивости режиссера Татьяны Леозновой. Не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме тогда пригласили знаменитых актеров. Воистину народными стали песни Микаэла Тервердиева, исполненные Иосифом Кобзоном. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 11 августа 1959 года в Москве открылся аэропорт Шереметьево. Советский лайнер Ту-104 вылетел из Ленинграда и стал первым, кто приземлился на Шереметьевском аэродроме. В преддверии 22-х летних Олимпийских игр открыли второй международный терминал – Шереметьево-2. Сейчас это крупнейший аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов, а с июня 2019 года Шереметьево носит имя Александра Пушкина. Такое решение приняли в рамках конкурса «Великие имена России». 686 лет назад преподобный Сергий Радонежский основал Троица-Сергиеву Лавру. Это крупнейший мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположен в центре Сергиева Посада на реке Кончури. Он сыграл большую роль в истории страны, поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом и с польской интервенцией. После Октябрьской революции 1917 года Лавру закрыли, там создали историко-художественный музей, а с 1940 года – музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны начали возрождать обитель. Сейчас это крупнейший центр духовного просвещения и культуры. 11 августа отмечают День белого гриба. Он произрастает по всей европейской лесной зоне, в тайге, на Кавказе, хорошо адаптирован к любым видам почв. Считается, что самые вкусные белые грибы растут в елово-березовых лесах, а собранные в сосняках не имеют сильного аромата и отличаются более рыхлой мякотью. История праздника начинается с 1997 года, когда по инициативе грибников решили учредить такой день, чтобы отметить богатство и уникальность российской грибной флоры. В День белого гриба в ряде регионов России организуют различные тематические мероприятия, фестивали и ярмарки. Также в этот день отмечают Рождество Святого Николая Чудотворца и День гор в Японии. 11 августа 1804 года родился русский писатель-прозаик Владимир Адоевский. Он был сотрудником и помощником Александра Пушкина. Ряд его произведений посвящены положению женщины в России. Повести «Княжна Мими», «Княжна Зизи», «Таинственные повести» и другие. Адоевский внес вклад в развитие музыкальной критики. Он пропагандировал творчество композиторов Глинки, Алябьева и Балакирева. Также в этот день родился американский актер Халк Хоган и актер Сергей Жариков. Выборы из космоса теперь реальный космонавт Олег Каноненко будет участвовать в избрании губернатора Московской области с помощью системы электронного голосования. В регионе ее применяют впервые. О работе так называемых ДЭК в нашем округе смотрите далее. Когда-то полет в космос был настоящей сенсацией. Теперь оттуда можно даже проголосовать. Так космонавт Олег Каноненко будет участвовать в выборах губернатора Московской области с помощью системы дистанционного электронного голосования прямо с Байконура. Я только что зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании на выборах губернатора Московской области. Я космонавт и достаточно часто не бываю дома. В командировках, на занятиях. День голосования – особый случай, потому что я улечу в космос, в годовую экспедицию. Голосовать собираюсь на Байконуре. Зарегистрировавшись дома в Королеве, я поеду на Байконур, возьму телефон и в день голосования легко, без проблем проголосую. Здесь действительно нет ничего сложного. Система электронного голосования уже опробована другими регионами и впервые ее применяют в Московской области. Свой выбор может сделать любой гражданин, прописанный в этом регионе и имеющий доступ к интернету. Это достаточно комфортно, удобно. Тем более все мы привыкли к уже новым форматам оказания государственных услуг, взаимодействия с банками, с прочими организациями, когда мы это все делаем уже по большей части именно дистанционно. Подтверждаем свою учетную запись на госуслугах Подмосковья и до 24 часов 4 сентября проходим регистрацию. Заявление подается, естественно, тоже дистанционно, то есть не надо ходить в ВСК. Для этого достаточно то же самое с использованием своего пароля от госуслуг зайти туда, и там будет предложен вариант, как одна из услуг, по слову выбора, подать заявление на дистанционное электронное голосование. Сделать выбор в электронном бюллетене можно в любой день голосования, включая и ночное время. Такая форма особенно удобна для занятой молодежи. Начало сентября, когда будет проходить единый день голосования, очень многие люди находятся не на территории Российской Федерации, многие отдыхают, некоторые люди находятся в такой стадии подготовки к учебному сезону, кто-то решает свои жилищные и строительные вопросы. И, естественно, каждому гражданину, наверное, больше чем уверенно, интересно и хочется проголосовать. Просто физически нет возможности. Дистанционное электронное голосование дает такую уникальную возможность, так как для нашего государства, для нашего субъекта Российской Федерации важен каждый голос. Для желающих проголосовать в обычном формате в округе будет работать 173 избирательных участка. Полина Бахова, Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Региональный центр «Мой бизнес» начал серию бесплатных спецкурсов для самозанятых. Первым стала Академия шитья, посвященная модным трендам, создание собственной коллекции одежды и подготовке к участию в показах. Его посетили более 40 самозанятых. Это была серия мастер-классов и тренинг. В серию спецкурсов также войдут обучение фотографии, визажу, парикмахерскому искусству, флористике, кондитерству и другим видам деятельности. Познакомиться с перечнем, зарегистрироваться и заполнить анкету участника можно на сайте проекта. Количество мест ограничено. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В усадьбе Демьянова городского округа Клин 27 августа пройдет галоконцерт «Ночь Чайковского». Солистами концерта станут лауреаты только что прошедшего 17-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Зрители увидят уникальное световое и визуальное шоу. Они создадут единую композицию постановки. За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» маэстро Юрий Башмет. Вход на мероприятие свободный. В Подмосковье благодаря нацпроекту здравоохранения организована работа санитарной авиации. Ее применяют для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. В составе бригад работают высококвалифицированные врачи, анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. С начала года санавиация совершила 462 вылета. Эвакуировали 458 человек, в том числе 302 ребенка. Минэкологии Подмосковья предупредили автовладельцев об увеличении риска встретить лося на дороге. У животных начался гон, который продлится до середины октября. В период размножения многие из них становятся агрессивными, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними в лесу. Звери чаще выходят на автотрассы. Участили случаи появления лосей на Минском шоссе, М9 «Балтия» и на Можайском шоссе. В жилом комплексе «Одинцово-1» построят новую поликлинику на 390 посещений в смену. Там будет и взрослое, и детское отделение. Для каждого из них отдельный вход с просторными гардеробными. Для оказания качественной медицинской помощи все кабинеты оснастят современным оборудованием. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал следующего года. Радостное событие для жителей «Одинцово-1». Здесь заложили капсулу времени в фундамент будущей поликлиники. В этот солнечный день вдвойне приятно заложить символическую капсулу и положить начало строительству очередного социального объекта, который, я уверен, все оценят по достоинству. Это будет комфортная среда и качественное оказание медицинских услуг. Поликлиника рассчитана на 390 посещений в смену. Доступные и качественные медуслуги – именно то, что нужно местным жителям. В чатах и родители, и другие жители интересуются, спрашивают, когда будет. То есть есть интерес у людей. Это очень полезная стройка, потому что это закроет потребность людей в услугах медицинских. Я думаю, это очень хорошо для района. Район густонаселенный, большой, нужна своя поликлиника. Торжественное мероприятие посетил глава округа Андрей Иванов. Он отметил, что строительство поликлиники – еще один символ нового подхода в городостроительной политике Подмосковья. Теперь все жилые кварталы строятся вместе с социальными объектами. Соблюдение сроков и качество возведения будет контролировать администрация. Этот объект должен быть построен и введен в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Поэтому ждем, что этот график не будет сорван. Ну а мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы не возникало у застройщика никаких проблем. В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей. Для оказания качественной медицинской помощи предусмотрены кабинеты функциональной и лучевой диагностики, неотложной помощи, стоматологический блок, а также акушерско-гинекологическое и физиотерапевтическое отделения. Их оснастят современным оборудованием. Я очень давно здесь живу и работаю. И очень приятно смотреть на то, как развивается Одинцово. Строится много домов, население увеличивается. И все люди должны иметь доступную медицинскую помощь. Надеюсь, что людям, которые здесь проживают, будет доступно, удобно получать любую медицинскую помощь, в том числе и квалифицированную. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Бдительный таксист помог пожилой москвичке, у которой мошенники пытались выманить 750 тысяч рублей. Злоумышленники хотели развести пенсионерку по классической схеме «Ваш родственник попал в беду». Внучка, которой якобы была нужна крупная сумма, убедила в этом бабушку и попросила отдать деньги курьеру. Посылку забрал таксист, но его насторожило, что пенсионерка сильно нервничала, поэтому по пути он проверил содержимое посылки. В ней оказались деньги. Тогда мужчина обратился в полицию, оперативники изъяли наличность и вернули потерпевшей. А 27-летнего жителя Московской области, который отправил за деньгами водитель такси, задержали. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Гостей Московского урбанистического форума в гостином дворе в выходные ждет большая культурная и познавательная программа. 12 и 13 августа там пройдут театральные постановки. Можно будет поучаствовать в интерактивных программах, квестах и мастер-классах. Мультимедийное пространство с уникальной экспозицией посвятят развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей. Вход на все мероприятия свободный. В Северном сквере ВДНХ с 11 по 20 августа состоится 9-й Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». В номинациях представят 11 проектов от ведущих российских дизайнеров, еще 5 в категории «Сад-инсталляция». Здесь смогут встречаться фанаты и профессионалы в сфере садоводства. Кроме того, гостей приглашают на День искусств, где пройдут выступления выпускников искусствоведческих отделений университетов. Парки столицы подготовили мероприятие ко Дню физкультурника, который в этом году отпразднуют 12 августа. В 16 зонах отдыха дети и взрослые смогут поучаствовать в турнирах по мини-футболу, волейболу, дартсу, фехтованию и освоить приемы боевого искусства. Если погода испортится, то расписание праздника скорректируют. Для того, чтобы принять участие в отдельных спортивных событиях, потребуется предварительно зарегистрироваться. Оставайтесь с нами, далее в программе вы увидите. Для учеников и не только. В Звенигородской школе «Кванду» появится новый спортивный стадион. Система поддержки бизнеса. Выбрать площадку и получить разрешение на торговлю теперь можно и онлайн. Новости Афиша. О развлекательных мероприятиях округа на предстоящие выходные расскажем в нашей еженедельной рубрике. В Звенигородской школе «Квантум» появится новый спортивный стадион. Во внеурочное время его смогут посещать не только учащиеся, но и местные жители. О том, какие еще зоны для занятия спортом появятся в микрорайоне Супонева, расскажет Екатерина Крамор. Пока на спортивном стадионе школы «Квантум» в Звенигороде спецтехника и рабочие. Но совсем скоро здесь появятся футбольное поле, тренажеры и различные площадки для занятий спортом. На объекте уже обустроили дренажную систему и подготовили основание под искусственный газон. Само футбольное поле 1600 квадратных метров. Те участки, которые по краям вы видите, они будут в резиновом покрытии, их площадь 800 квадратов. На одном из них будет располагаться баскетбольная и волейбольная площадка, на другом будут располагаться силовые элементы. Работы на объекте начались месяц назад. Сейчас здесь трудятся 15 человек и две единицы техники. В ближайшее время приступят к благоустройству. Восстановление газонной части, установка малых архитектурных форм, перенос спортивной площадки, обустройство новых спортивных площадок игровых, также полоса препятствий. После приступят к косметическому ремонту входной группы школы. Рабочие восстановят цоколь и заменят забор по периметру здания. Реконструкция спортивного ядра позволит и местным жителям комфортно и безопасно заниматься спортом в любое время года. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования разрабатывает новую систему надзора за качеством помощи. Сейчас страховые организации ежемесячно проверяют, как оказывалась помощь. Для этого выборочно проводят экспертизы. Этот механизм выявляет в основном дефекты в документации, но не нарушение оказания медпомощи. Всего выделяется 13 медицинских направлений, включая онкозаболевания, услуги по искусственному оплодотворению и лечению гепатита С. Среди экономических приоритетов предлагают проводить экспертизу, например, необоснованных случаев госпитализации. Другие новости России далее. В Ленинградском зоопарке родился детеныш Манула. Последний раз такое событие здесь было в 2007 году. Малыш – первенец самца Свена и самки Намики. Это мальчик, он растет активным и здоровым. Очень боевой и смешно шипит на людей, поэтому его и назвали Шу. Малыш родился 24 мая. О появлении детенышей на свет не принято сообщать в тот же момент, потому что требуется около месяца наблюдения за ним. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет по всей стране с 26 на 27 августа уже в седьмой раз. Акцию проведут вместе с Фондом кино накануне профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа. В этом году библиотеки, музеи, филармонии и кинотеатры подготовили для участников насыщенную программу. Лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. А еще по всей стране пройдут показы трех самых кассовых отечественных картин этого года – «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». В этом году с 4 по 23 сентября пройдет дополнительный период государственной итоговой аттестации. Это шанс для тех, кто не набрал минимальные баллы по обязательным предметам и не получил аттестат. А вот пересдать предметы по выбору в сентябре не получится. Ждать нужно как минимум до марта. Именно тогда начнется досрочный период ЕГЭ 2024 года. Русский язык можно будет сдать 6 сентября, а математику – 12. 19 числа предусмотрен резервный день для тех, кто по уважительной причине не смог явиться на экзамен. Для пересдачи достаточно обратиться в свою школу. Заявление следует подать не позднее, чем за две недели до экзамена. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье создана система поддержки для малого и среднего бизнеса. У предпринимателей появились новые возможности благодаря внедрению электронных услуг. Выбрать площадку и получить разрешение на торговлю теперь можно и онлайн. О новых программах и мерах поддержки расскажет Екатерина Крамер. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области работает программа по поддержке предпринимательства. Она помогает развивать регион в новых экономических условиях. Особенно актуальными стали электронные услуги, которыми могут пользоваться как начинающие, так и опытные бизнесмены. Мы стараемся их сделать удобными. На платформе с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли. А 35-40% обращений предпринимателей – это как раз предоставление участка земли для того или иного бизнеса. Ну и все, что связано с поддержкой. В качестве дополнительных мер по развитию запущен сервис «Открой свой бизнес» на первых и вторых этажах многоквартирных домов. На интерактивной карте разместили 200 объектов от крупных девелоперских компаний. Таким образом предприниматели могут выбрать помещение для покупки или аренды. Буквально с 1 августа правительство Московской области заключило соглашение с крупнейшими застройщиками по области. И теперь они предоставляют первые и вторые этажи многоквартирных домов под развитие бизнеса. Сейчас это очень востребованная услуга. С 1 сентября расширят ассортимент услуг, вплоть до того, что можно будет через одно окно оформить согласование фасадной рекламы, информационных стендов, аренды и покупки. Также в регионе действуют три услуги по предоставлению площадок для бизнеса. В их числе земля за 1 рубль и земля без торгов. А еще в июле этого года запустили новый электронный сервис – недвижимость для субъектов малых и средних предприятий за 1 рубль. В Одинцовском округе подобные услуги нашли спрос у предпринимателей. Могу сказать, что по поводу аренды за рубль, да, у нас были компании, которые оформляли это. Сейчас мы продвигаемся вперед, они с нашей поддержкой двигаются дальше. Надеюсь, скоро-скоро мы уже увидим строящийся завод на земле за рубль. С появлением электронных услуг предпринимателям стало удобнее отслеживать не только данные программы, но и найти субсидии, гранты, а также полезные форумы и обучающие семинары. Все доступные бизнесу предложения можно посмотреть на инвестиционном портале Подмосковья. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. В Международный день молодежи 12 августа Одинцовский музей предлагает гостям от 14 до 35 лет принять участие в музейном квесте «Дом, который построил Якунчиков». Они познакомятся с историей здания музея, а еще решат головоломки, ребусы и загадки. Посетить мероприятие можно в течение всего дня и абсолютно бесплатно. Какие еще активности пройдут в нашем округе в эти выходные, расскажет Полина Бахова в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. 12 августа в субботу в селе Ершово пройдет турнир по футболу среди команд ветеранов «35 плюс». Он состоится в 10 часов утра на спортивных площадках ФСК Ершова и на стадионе. А спортивные мероприятия для самых маленьких пройдут в 12.00 в культурно-досуговом центре «Честцовский». Для них организуют веселые эстафеты, игры в горячую картошку, боулинг и дартс. Также для юных и взрослых гостей праздника проведут спортивную зарядку. Их называют «Крылатые стражи России». День военно-воздушного флота отметят в 12.00 в библиотеке поселка «Новый городок». Посетителям покажут фильм о 237-м центре показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба. Физкультурные мероприятия пройдут и на поляне сказок парка Захарова. В 12.00 гостей парка ждут турниры по волейболу и дартсу, лекторию от профессиональных спортсменов, мастер-класс «Грамотная разминка для бегунов», а также конкурсы детских рисунков на асфальте. Мастер-класс по созданию гравюры «Медуза» начнется в 15.00 в Лесногородской библиотеке имени Новикова. Много ли мы знаем о медузах, все ли они опасны и действительно ли эти существа могут быть старше динозавров? Об этом поговорим на занятии, а затем создадим свою гравюру с медузами. Завершится субботний день концертом оркестра из цикла «Зеленый город». В 16.30 в парке активного отдыха «Раздолье» всех приглашают в приятную атмосферу. Музыканты Одинцовского оркестра под управлением Андрея Балина исполнят яркие и самобытные джазовые хиты. 13 августа в воскресенье в 11.00 пройдет турнир по волейболу. В культурно-досуговом центре «Ершовская» ждут всех любителей этого вида спорта. Мастер-класс раскраски персонажей любимых мультиков состоится в Театре сказок Парка Захарова. Увлекательное занятие для малышей, цель которого – развитие фантазии и творческих способностей ребенка, расширение кругозора, усидчивости и аккуратности. Оно придется по душе творческим и креативным людям. Всех желающих приглашают в 12.30. Традиционная познавательная программа «Народный календарь» пройдет на поляне сказок Парка Захарова. Посетив ее, вы узнаете о приметах, традициях и обычаях месяца августа на Руси. Начало в 13.30. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Американский подросток Мия Петерсон установила эпический рекорд. Она выполнила сальто над 12 своими друзьями. Благодаря такому трюку 15-летняя девушка установила рекорд среди людей, совершивших сальто на роликовых коньках. Ее включили в число молодых рекордсменов Гиннесса. О других событиях в мире далее. В США ищут жителя штата Флорида, который сорвал джекпот полтора миллиарда долларов. Если приз будет подтвержден, он станет одним из самых крупных в истории страны. Известно, что обладатель счастливого билета купил его в обычном супермаркете. После вычета всех налогов победителю причитается 783 миллиона долларов. Эту сумму можно разделить на ежемесячные платежи в течение 29 лет или получить все сразу. Робот обнаружил неизвестную экосистему под дном Тихого океана. Исследователи из Международного океанического института Шмидта изучали жизнь в гидротермальных источниках. О том, что в них обитают различные экзотические бактерии, они знают давно. Однако, что находится под их коркой, не было известно. На глубину 2500 метров отправили робота. Под морским дном он обнаружил миллионы червей, улиток и бактерий. Исследователи намерены и дальше изучать это сообщество животных. Они надеются, что среди огромного многообразия живности будут открыты новые, ранее неизвестные науке виды. В Израиле, в храме Гроба Господня, археологи нашли новую ценную информацию о раннехристианской планировке. Ее части датируются IV веком нашей эры. Под одной из плит-перекрытия исследователи нашли клад, который состоит из множества монет. Как показал анализ, их отчеканили в период правления римского императора Валента II. Были и другие интересные находки. Например, фрагмент облицовки стены, покрытый надписями и рисунками XVIII века. Эти граффити выполнены на разных языках, включая греческий, латинский и армянский. Вероятно, ставили их на стене паломники. Это означает, что место под храмом имело важное религиозное значение для христиан, а также то, что это место издревле посещали паломники. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно, возможны дожди. Днем плюс 24-26, ночью 21-23. Ветер переменных направлений. 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. В студии для вас работали Елена Краева и Ольга Дмитриева. Не забывайте, что сегодня пятница, и мы вам желаем прекрасных предстоящих выходных. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин